так что вот пищевая удобная кроме того у меня там в рюкзаке скрадок стульчик у меня там даже столик разборный малюсенький он очень легкий но вот я упрал для того чтобы вообще-то там термос поставить все такое термос я не взял с собой что-то задолбал меня чай вон они они сидели где здесь по-моему видок маленько я думаю что надо вот здесь оставится здесь вот вода уже сейчас мы посмотрим где тут лучше поставить я думаю что здесь ходить ты нормально но скрадочку ставить это вот тут наверно сильно воду то нафиг надо лезть надо проверить глубину чтобы мне потом можно было доставать давай-ка первым делом сначала проверим а потом потом все остальное иначе разложусь будет проверять лишь лед то есть за ночь схватилась зараза курочка льда это ничего вода то сама вроде свободно вот надо исследовать дойти до той кровки на расстоянии выстрела я смогу собирать я боюсь что здесь лед ну вылази ну давай вылазь спишь стуль ты чё дрыхнешь что ли машка ты спишь что ли еще до сих пор не ж надо тебе чтобы островов какой-то был удобный для залази не вылази не да а а а а а так ставим скрадок колышки то я не взял колышки ты забыл взять как бы не пришлось идти и 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 Есть один Есть один Мог бы и обои взять Просрал Но я не думал, что он так Зайдет хорошо Вот сейчас бы верон Пригодился бы Офигенно Вон он Сложил я его Мгновенно Красава Завор все таки Ты посмотри Как он Ну вот С почином Вот это завор Мощь выстрела Говорят, что типа Разницы никакой нет Какое оружие Да нет, ребята Этот фетр четверка Для Завора Хватит пятерки Горизонталки, вертикалки Нахер Вы покупаете Нахера Вы покупаете Турецкие ружья Двухстволки, тем более Турецкие На кой Черт Вы покупаете Турецкие Двухстволки Ну если брать Двухстволку Современную Если не много денег Возьмите нашу Стволы то класс Вот Если есть денег Побольше Возьмите итальянца Но турок то На кой хрен вам Сдался Двухстволка Турок Ну это же Смешно Если вы хотите И вообще Если вы хотите Двухстволочку Себе Возьмите ИШ-54 Найдете Заур Вот возьмите Заур Великолепная Вещь У вас будет Ружье С великолепным Боем На кой черт Это турки брать Нет Ну я У меня было Двухстволка Турок Ну в принципе Как бы Ну довольно неплохое Да Он Был Гладиус Ягоды Но Был у него Один минус Почему то У меня Больше расход Патрон был На утку То есть С турецким Гладиусом Я брал Утку Как правило Вторым выстрелом То есть Первым допустим Подранок Там ну еще тянет Видно что попал Вторым Уже валится Вот Поэтому Ну на самом деле Турецкие Двухстволки Слабоваты Боем Да И качество У них Неизвестно Какое Возьмите Возьмите Зауэр Найти В более-менее неплохом состоянии Это дешевле Чем турецкая Двухстволка Я думаю Я думаю У меня конечно Состояние Нового Можно сказать Поэтому Меньше чем За сотку Я допустим Не продам его Вообще Да и вряд ли вообще Буду продавать Когда обзор делал Мужики пишут Типа Почем Продаешь Все Такие Наивные Я пишу 120 Все Сразу Отвалил Один парень Как бы Пытался договориться Говорю Слушай Ну я живу Приедешь Значит Заберешь Вот Приехать ему Было в ламы А я бы приехал бы За таким ружьем Приехал бы Если ты хочешь Классного Немца Ну ты По России Пойди найди В таком состоянии Но В любом случае Любое состояние Любое состояние Бой то Сохраняется Ребятушки Бой ружья Сохраняется Поэтому Так и так Но Все равно Работает Все равно Работает Все равно Действует Ох Какой сельзень Красавчик Сложил Я его Здорово Жалко Второго Не Поздновато Я Начал Стрелять Они Быстро Раз Шли Шли Буком Потом Раз На меня Повернули Я Я Прям Это Конечно Надо было Двух взять Сразу Часто Тяжело Одному Ездить Психологически Просто Тяжело Психологически Одному Тяжело Собираешься Ты понимаешь Что От тебя Зависит Только Решение От тебя Тебе Не с кем Посоветаться Даже Если Ты Позвонишь Кому-то Я иногда Звоню Короче Потерял я крышу От этого Скородка Ну была крыша Я ее потерял Сбежала Но Вопрос был еще В том Что крыша Но крыша была Непрозрачная Поэтому На этот Скородок Надо придумывать Прозрачную крышу А в принципе Ткань у меня есть Надо Наверное С одной стороны Пришить ее Или даже Хомутиками схватить Так же И чтобы она Просто откидывалась И все Прозрачная крыша Удобно Че рассказывал А Ну вот В одного И вот В одного Охота Тяжела Она психологически Тяжела Конечно Со временем Привыкаешь Но особенно Первые охоты Сезона Когда отвыкнешь Уже За зиму Вот Ну таких Вот на болотах Охот нету На полях И потом Решиться Как бы Собраться Вот сегодня Ночью Да Вот я Все равно Все равно Вот я Чуть опоздал С кратком Со всеми делами Вроде бы Как бы на рассвете Пришел Но уже опоздал Надо было еще раньше Приходить Вот Ну Я не мог Себя заставить Подняться То есть Как бы Ну я уже не спал Ну я не мог Себя вот заставить По темноте Вот ночью Пойти Вот не знаю почему Вот Тяжело Это вот психологически Тяжело Когда начинается сезон И ты начинаешь ездить Туда 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 То Там уже проще Как бы Ты уже входишь В режим В ритм вот этот И как-то не заморачиваешься У тебя уже Наработанные Какие-то моменты Все эти есть И как бы проблем нет Ну вот Первоначально Прям тяжко Тяжко Вот И в то же самое время Ну вот С кем-то ездить У меня Меня интересует Только Как бы Партнеры по охоте Такие Активные Можно сказать То есть Заинтересованные Люди Вот Ну Ей вот Давайте Для примера Вот Я держу подсадную Отдаю ему Знакомому Мужчине Там В деревню Плачу за нее Где-то Зерно Покупаю Корм То есть Она у меня живет На даче В собачьей клетки Вот То есть я ее забираю На месяц себе И она у меня на даче живет И я приезжаю Воды ей меняю Там Я ей Корм Там Все это Ну то есть Выгуливаю ее там Все То есть это одно дело Да Плюс Я еду на разведку Заранее Проверяю все это Плюс Там У меня чучева У меня вот Крадок Там И все Да А своему товарищу Договорились Вроде ехать на разведку Звоню Ну что поехали А я не могу А я записался там А я еще что-то Не можешь Не можешь Базару нет Но если ты хочешь Со мной охотиться Он хочет со мной охотиться Если ты хочешь Так ты будь активным Ты Если ты хочешь Попользоваться То что Подсадная у меня И все Блин Ну надо же Ну он должен Впереди меня бежать Показывать дорогу Блин Ну то есть Ну реально Да Вот если ты хочешь Пользоваться всеми этими благами Ну так ты старайся Чтобы Чтобы мне это хотелось С тобой как бы Поохотиться Да Чтоб от тебя был плюс А то получается Ну ладно Пацаная И на разведку я один езжу Один И шарашился там В поле везде Один И здесь был На болоте Один И Получается что Мне этого человека Привези Проведи разведку Привези Посади ему Подсадную Кинь Кинь чучела Поставь ему Скродочек И чуть ли не Привези ему Стульчик А он придет Сядет рядом с тобой Будет охотиться А на херна Мне это надо Спрашивается Меня не интересует Меня интересуют Ребята Которые Активные В охоте Активные То есть Меня интересуют Мне нравится С теми Охотиться Кто покупает Себе Чучела Кто старается Может быть Попад с одной Договориться Или как Который знает места Говорит Слушай я вот знаю место Тоже давай туда съездим Можем на твое Можем на мое Да Предлагает Как бы Неважно Вот у меня Товарищ Андрей Гудимов Вот у него тоже Свой канал По охоте Он Ну У него не было Машины своей Но у него Есть чучела У него там Ружье хорошее У него костюм У него скрадок Лежачий Там на гуся мы ездили Вот На это На гуся С лежащими Скрадками У него все есть Его Заморачиваться Не надо И у него есть Собственный опыт В охоте И то есть мы Два человека Мы можем друг другом Посоветоваться Что-то решить Да Вдвоем пойти посмотреть что-то Вот так вот надо охотиться А не так как На халяву Ты А у тебя подсадная Давай я приеду Я постреляю с твоей подсадной Да нахуй мне это надо Это Когда я все сделал Когда я все собрал А зачем мне это нужно Радость то такая Какой смысл в этом Поэтому Да Психологически Одному тяжело Тяжело Но это лучше чем Как бы Ити на поводу У тех людей Которые Не хотят Чего-либо Вкладывать Своего труда В это все Ух как я этого селезня взял Шикарно Нашпиговал Наверное Его дроби Самокрут Неплох Я наверное Двустолочкой Самокрутом И постреляю Ну Заур Да Заур Хорошее Ружье Плюс Конечно Еще Сейчас У меня По-моему Это Контейнерный Наверное Патрон Фитер То без Контейнерный А Рио Наверное Контейнерный Я так Думаю Ну И У меня Самокруты Тоже В контейнере Вот Еще Более Дает Узкую Осыпь Можно Сказать Я Не Дойду Наверное Оттуда Может И Дойду Не Знаю Надо Забирать Надо Идти К Дороге Придется К дороге придется идти Ничего не сделаешь Дороге Должно быть мелко Это только должно быть Дороге Хочу Само Дороге Ничего не знаю Немного осталось. Насильно. Немного осталось. Вроде дошел. Чуть-чуть осталось. Здесь вдоль дороги, там кювет, там глубже. Там может и в мой рост быть. А здесь вот ровненькое пространство. Здесь можно ходить. Вот он он. Дошел таки. Вот он мой сельзинь. Вот он красавчик. Ой здоровый. Вот он. Да нет, ну нормальный. Не особо здоровый, но красивый. Здесь. Вот он он. Вот такой. Второй. У меня уже два красавца. Ну второй чином. Хе-хе-хе. Ху-ху. Ху-ху. Ну два селезня. Это в два раза больше, чем один. Хе-хе. 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 Значит я увеличил свой трофей в два раза. Ура! Еще восемь штук и будет десять. Понятно? Тоже круто, да? Хе-хе. На сто процентов увеличил свою добычу. Хе-хе. В два раза. Это уже прогресс для восьми утра. Политку-то в его сапогах очковато как-то ходить было. Ну хорошо, что вверх неопрен. Неопрен довольно крепкий на порез. Вот. А не с его. Ну ничего, выдержали. Некоторые ноль. Да вот вроде пробивается. Слушайте, у меня сапогетти. По-моему третий год держится. И неопреновый костюм у меня. Это забродник. Тоже у меня. Да он у меня четыре года уже или пять. И ничем не делается. Колено я заклеивал. Но я сам порвал неопрен. Зацепился за уключину. На уключенную наверхил гаечку. Острое было. Зацепился за уключину, когда слазил. И порвал. Ну вот. Два селезня. Ай красавцы какие. Вот они они. Два. Ай. И вовсе. Субтитры создавал DimaTorzok